В Якутии же врачи спасли испанского велосипедиста с обморожением ног. Об этом еще 9 февраля написали на портале ТАСС. Испанец путешествовал на двухколесном из Черского в Якутск. Сейчас спортсмен находится в Нижнеколымской больнице. Врачи оценивают его состояние как относительно удовлетворительное. О том, как путешествовать в минус 30 на велосипеде, как, например, по образовавшейся наледи на спальнике определить температуру воздуха на улице, эти умения уже не испанец, а итальянец демонстрирует в своем фильме. О Лоренце Бароне, велосипедисте-экстремале, в новостных выпусках мы рассказывали не раз. Итальянец, проехавший по самой северной дороге в мире, покорил сердца якутяна, а дорога из Покровска в село Юрюнгхая покорилась путешественнику только на четвертый раз. О своем приключении по самой северной трассе мира Лоренце снял фильм. Его посмотрели уже более 200 тысяч человек. О том, как спортсмен трижды отправлялся в путешествие и трижды был вынужден вернуться обратно, он рассказывает от первого лица. В декабре непреодолимой преградой стали 50-градусные морозы, а в феврале Лоренце повредил колено. В четвертый раз он выехал в экстремальное путешествие только в марте 2021 года и сумел триумфально завершить его. Почти два месяца итальянец пробыл в пути, проехал около 3000 километров. Сейчас Лоренце готовится к новому путешествию. Он задумал проехать на велосипеде из Африки в Россию. Самое длинное расстояние суши на нашей планете пролегает от мыса Агулхас и достигает мыса Дежнева. Лоренце проедет три континента, 12 стран и более 29 тысяч километров за 400 дней. Его новый маршрут также пройдет через Якутию. Пожелаем путешественнику счастливого пути. Ну а потрясающе добрый фильм о приключениях итальянца в Северном крае мы покажем в эфире телеканала 19 февраля в 19 часов.